Добрый день, Полтава! Ну, о плохом, может быть, я не знаю, есть плохое, если плохое, то говорите, озвучивайте. Ну, во-первых, добрый день всем. Ситуация наблюдается следующая. Как бы раньше, если говорили, что у нас город как-то оторван, областной центр оторван от области, нет какого-то взаимоконтакта, то сейчас можно сказать, что работа городского совета, его депутатского корпуса, очень продуктивная. Какие бы ни были оппозиционные движения, каждый работает в своем фарватере, и я считаю, что тот депутатский корпус, который сейчас принимает решения, он дееспособен, и продуктивность его повышается с каждым днем. Вы оптимист. Ну, потому что есть реальные факты, есть реальная статистика обращений депутатов, которые обращают, так скажем, по проблемам своих округов, когда люди к ним обращаются. Есть, мы вот каждый видим в городе ситуацию, когда сейчас ремонтируются дороги. Есть план, который предусмотрен ремонт дорог, но очень много этих ремонтов производится по обращению депутатов от имени избирателей, которые их просят в помощь. Это хорошо, я знаю, крыши делаются, дороги делаются, это верхушка айсберга, которая меньше всего меня беспокоит. Почему? Потому что это люди видят. Кто-то видит в этом плохое, кто-то плохое, кто-то видит где-то недоделки, и все, вопросов нет. Просто есть ряд округов, по которым у меня очень много вопросов, в частности, центральная часть города. Сейчас мы знаем отлично, что происходят проблемы с аркой на соборности улицы, там, где газетный ряд был. Я знаю, что определенные политические силы пытаются там уже какие-то участия принимать, но я вижу, что там депутатов нет. Буквально вчера в соцсетях я задавался вопросом, а где же депутаты? Ну, смотрите, тут ответ очень простой, что всегда критиковать проще, чем что-то делать. Это первый момент. И люди рассчитывают, что на этом они могут себя прорекламировать как политическую силу или индивидуально как депутат. Но есть определенная законодательная процедура предусмотренная, есть определенный порядок оформления документов на все эти вопросы, в том числе и арки, в местных советах вы спокойны? Нет, тут вы немного не поняли вопрос. Вопрос такой, да, пожалуйста. Вопрос, там принимают участие местные жители и те или иные политические силы, но территориальных депутатов я не вижу там. Там территориальный депутат есть, есть районный, есть городской, есть депутат областной наверняка, которого люди избирали. Я их там не вижу. То есть вы говорите... Избран или не избран, но по крайней мере закреплен за этим образом. Закреплен, да. Просто вы говорите, есть положительные стороны вопроса депутатской работы. Вопросов нету, но вот именно здесь я не вижу депутатской работы. Смотрите, в этом и есть специфика. Если происходит какая-то ситуация, она может быть урегулирована мирным путем, за столом переговоров. Да. И это только в данной ситуации и во многих других, данные политические силы, которые пытаются, так скажем, себя засветить в этих процессах, они просто-напросто раздувают этот огонь конфликта, в том числе среди граждан, среди жителей этого дома, среди каких-то предпринимателей. И просто-напросто, но тут проблема в другом, что они достигнут определенного своих политических целей на этом всем, а люди останутся ни с чем. То есть вопрос в том, что их просто используют, это моя личная позиция. Так же самое, как можно привести простой пример, это городской, а так же самое есть пример в области. У нас сейчас катастрофическая ситуация в селе Билыки по поводу свинокомплекса. И моя личная позиция и многих моих знакомых, которые есть профессионалами своего дела, что это просто-напросто либо бездействие власти, либо умышленное бездействие. Потому что все, что там происходит, его можно было урегулировать, можно было выстроить четкие нормы поведения, четкие условия, как для местных жителей, так и для предприятия. Я думаю, можно было найти компромисс, потому что сейчас в мире, даже в юриспруденции, основная масса вопросов решается, и это сейчас очень популярно, путем медиации. Это до конфликтного урегулирования споров, до судебного урегулирования, до конфликтного. Люди садятся с помощью юристов и урегулируют, находят общие точки соприкосновения и удовлетворяют две стороны. Я вам скажу честно, в частности, наверное, где-то и с вашей помощью, подсознательно, вы даже, может, не подозреваете, чем я занимаюсь подчас. Я пытаюсь довольно часто регулировать ситуацию до того, когда конфликт назревает. По Билыкам, может, я не прав, вы как юрист меня поправите. Я усматриваю там элементы гражданской войны, то есть что-то вот такое. Есть, ну, как бы, ну, как сказать, элементы гражданской войны, это более юридическое понятие, политическое. Ну, в рамках одного села, я больше чем уверен, что люди, которые работают на свинокомплексе, они живут. Часто из них живет, да. Живет, да. Ни в чем не виноваты те животные, которые там помирают голодной смертью и вынуждены есть друг друга. Но у меня есть другой вопрос. Если наша, как сказать, наверное, власть областная, она должна быть не популистическая, а профессионалами. И получается вопрос, что в данной ситуации все пошло на самотек. И когда мы говорим популистически о том, что в область должны зайти инвесторы, мы приглашаем, они никогда не придет, ни любой инвестор, даже который готов был зайти, по одной простой причине, если он видит такую ситуацию и отношение уже к действующему бизнесу, который действует не один год. Там очень много вопросов, да, это правда. Поэтому тут есть четкое бездействие, как я уже сказал, либо умышленное действие в этом направлении. Но все это можно было решить гораздо раньше, до точки обострения этого конфликта. Вы больше владеете ситуацией. У меня такое создается впечатление, что за последние годы где-то, ну до войны я меньше мониторил, да, но начиная с 13-го года, с 14-го даже, наверное, область вообще пошла куда-то, как в пропасть катится. Она в какие-то последние места занимает. Знаете, по неофициальным аналитическим сводкам в разрезах промышленности, сельского хозяйства, если до 14-го года позиции Полтавской области не опускались ниже пятой позиции в уровне развития, экономики, здравоохранения и всего остального, то есть общий этот перечень, то сейчас аналитики дают 15-ю, 18-ю позицию в рамках Украины. Я видел, вы писали об этом в соцсетях. Да, но вопрос же в другом. У нас в области, да, есть определенные трудности предприятий с трудностями в стране связанные, но природные ископаемые углеводороды как добывались, так и добываются, сельское хозяйство работает, собирается, но такой резкий перепад при качественном управлении, он просто невозможен. То есть, значит, управление некачественное. Это первый момент. Второй момент, о котором можно сказать, это то, что можно декларировать обратно же популистически очень много проектов, связанных с IT и систему прозрачных закупок Прозора, и внедрение iGo, и всех этих ресурсов. Но вопрос в том, что когда нет элементарного обеспечения жизнедеятельности жителей области, в том числе это здравоохранение, социальная защита, медицина в плане доступности лекарств, их ценовой политики, по росту зарплат. Я не знаю, откуда сейчас берутся цены по поводу средней зарплаты в регионе. 4,700 последний пост я выставлял. Ну, просто-напросто, возможно, это зарплаты, так скажем, мы все знаем, что глава Украинской залезниции получает 1,5 миллиона долларов в год. Но он к нашей области не имеет значения. Может быть, у кого-то тоже такие зарплаты есть, и на фоне этого средняя такая выдается. Я давно ищу этих людей, я никак не могу найти, честно говоря. Среди моих знакомых нет таких. Ну, вы правы, потому что сейчас я не уверен, что найдется такой человек, который может сказать свободно, что это его средний уровень, и ниже него он не опускается. Это тот человек обычный рабочий, учитель, медработник, то есть вот таким образом. Поэтому можно предположить, что эти цифры могут быть накрученные, просто ради показаний вот этой картинки. А как вы считаете, реально средняя зарплата сегодня какая в Полтаве? Ну, в Полтавской области или в Полтаве? Я думаю, она не переваливает за 3 тысячи гривен. То есть в районе 3 тысячи. Ну, это моя позиция, это анализируя то состояние вещей в бизнесе, на предприятиях, вот сколько люди могут давать, предприниматель, хозяин бизнеса, сколько он может давать сейчас в нынешних условиях среднестатистическому работнику. Никто мы не говорим о высококвалифицированных топ-менеджментах. Вот средний вариант, это первый момент. А второй момент, есть еще следующий, что я заметил такую тенденцию, что за последние 3 года очень красиво научились создавать картинку. Либо это для Запада, либо это для своих жителей, для граждан Украины. Но эта картинка имеет под собой цинический фундамент отношений. То есть замыливание глаз определенными вопросами, показывание своей прогрессивности. Я считаю, что прогрессивность в другом. Сколько инвесторов зашло? Какие новые предприятия открылись? И которые открылись реально за этот период времени? А эти проекты не идут на протяжении 5 лет. Вот этот результат работает. У меня еще вопрос такой, он и области, в частности, касается. Вчера на сайте в Полтаве.Инфо журналист выставил репортаж, женщина 78 лет покончила с собой. Причины сейчас обсуждать не будем. И я просто вижу, мониторит, что довольно часто такие вещи происходят. Вопрос родился не вчера. С неделю тому назад ко мне обратились за помощью, так или иначе, мои друзья из соцсетей, за помощью. Там связана сонка, все. Ну, слава богу, вроде бы все получилось. Но я обратил на цены в аптеках. Я попросил проанализировать, сам проанализировал. Я вас сейчас поставлю, может быть, немного в тупик. Но вот интересные у меня данные по Полтава Фарм. Разница в цифрах между февралем и июлем месяцем. По Полтава Фарм еще раз. Вот гляньте, как вы прокомментируете. Здесь разница порядка 20% в эти полгода. Как вы считаете, что происходит? Почему так? Сейчас, секундочку. Почему лекарства, я задаю вопрос, потому что та же самая женщина, которая покончила с собой, она не одна. Многие пенсионеры, моя мама, они сталкиваются с этими цифрами. Вот эти препараты, я не медик, но один знакомый препарат, протафан, это инсулиновые препараты? Я не в курсе, я вам не хочу говорить даже, мне просто, я сводил, не углубляясь, к чему это? Ну, быстрее всего, что инсулиновые, потому что, в первую очередь, на сегодняшний момент, внимание на это обращается. Это как бы социальная составляющая и определенный момент, что, насколько я знаю, то коммунальное предприятие Полтава Фарм, их аптечная сеть, она финансируется с областного бюджета на закупку инсулиновых предприятий. А я поэтому вам и задаю этот вопрос. Ну, вот видите, разница везде, не понизилась, ни на месте не стоит, а везде все-таки, ну я же говорю, процентов 20, да, вот смотрите. Смотрите, это эффективный... А тут с 276, ну вот согласитесь. Это эффективный менеджмент, ну это если в кавычках сказать, просто, насколько мне помнится, это предприятие должно исполнять в первую очередь социальную функцию для населения. Ну вот я смотрю, что разница между препаратом с февраля месяца по июль, 51 гривна, 235, 286, 95, 114. Ну разница, согласитесь. Ну, в принципе... Здесь около 20%, здесь около 20%, даже более 20%. Где-то 25%, до 30% даже. Просто финансируются области, но тем не менее цифры растут. Не, я понимаю, доллар поднимается, там, сейчас можно рассказать красивые... По-моему, поднимаются... Ну, пенсии-то пока на месте стоят, да, и пенсионеры. Вот человек, если вы видите, да, инсулины вот эти, они же требуют, ну как, это есть люди, которые этим пользуются каждый день. Ну, вопрос в том, что у меня есть на это недлинный и простой ответ. Опять же, приходим к популизму. Помнится, на прошлой неделе открывали аптеку на Подоле. Глава облсовета, там, какие-то лекарства покупал. Сделали это все помпезно. С громкими заявлениями про, там, каких-то купленных активистов. По поводу того, что двигаемся вперед и ни шагу назад. У меня есть вопрос. По-моему, в марте месяце назначили исполняющую обязанности директора коммунального предприятия. Там были проблемные же моменты. Сейчас у нас сентябрь. Апрель, май, июнь, июль, август. Полгода. Полгода. Насколько мне помнится, хотелось бы найти, наверное, эту вырезку заседания сессии областного совета, когда говорили, что это временные меры. Один-два месяца, по-моему. До принятия положения про конкурс. Оно было принято уже давно. И до проведения конкурса. Мы сейчас видим, что конкурс не проводится. И вообще, какие конкурсы проводятся. Есть только, опять же, популистические лозунги по поводу прозрачности работы. Можно сколько угодно запускать систему Прозорок, к примеру. Но когда нету вот этой составляющей прозрачного доступа, прозрачного назначения, дальше ситуации быть не может. То есть не допускают профессионалов воспользоваться возможностью, согласно законодательству Украины, пойти на конкурс и представить свой план развития предприятия, бизнес-план. И потом уже, возможно, этот человек сможет реально вывести и экономическую составляющую, и социальную. Если я правильно понимаю, на том месте, где была открыта эта аптека, до сегодняшнего дня, там уже оттуда ушли два гиганта, ну, так скажем, аптечных. Это аптека 911 и аптека 03. То есть они посчитали, что там работать невыгодно. То есть вопрос в том, что это... Их выдавили или они сами ушли? Ну, я думаю, когда идет речь о частном бизнесе и невыгодно работать в определенной точке, то люди считают свои деньги и целесообразность. В данном случае, при повышении еще ценно-лекарственные препараты, ну, я считаю, это нецелесообразно. То есть это более популистическая мера. Это дронует... Ну, это спорно, тут можно много спорить. Мы однократно вот уже сталкиваемся, сколько нету конкурса на директора Полтава Водоканала. Тоже больная тема, кстати. Тоже исполняющая обязанность, тоже проблема с трудовым коллективом. И эта ситуация уже тянется более года. И область не хочет решать ее? Не хочет, потому что, ну, я видел, то есть эти копии документов в интернете были, по поводу тех перечислений, исполняющих обязанности Водоканала. Человек явно не местный, он не полтавчанин, который будет болеть за это предприятие и делать что-то на благо области. То есть как может быть человек полгода, исполняющий обязанности? Что с этим делать? Если он эффективный менеджер, проведите конкурс, и пусть он пройдет этот конкурс и станет директором. Или дайте возможность громчика, но обязательно, чтобы эти люди, все желающие претенденты, показали свой план развития предприятия. Изначально. Изначально сравнить. Я просто Водоканал очень часто беспокоит, ну, я же вижу, что по городу происходит, да, в силу своей работы. Я понимаю, что Водоканал проводит те или иные работы, но я также понимаю, что Водоканал деньги просит в городе. И меня стали вступить. И не только Водоканал, а и Теплоэнерго обращались с подобным заявлением до депутатов городского совета. Ну, вопрос в другом, Александр, вопрос в другом. Я вижу четкую ситуацию, что, допустим, если взять Водоканал, выдавливаются те кадры, которые живут в этом городе и которые работали на благо этого. Я подтверждаю ваши слова, я уже слышал не раз, что люди оттуда увольняются и приходят иногородние на это место. Да, и, то есть, это парадокс. И с этим парадоксом областная власть, руководство областного совета ничего не делает. Они просто то ли делают вид, что не видят, то ли способствуют. А вопрос тоже заключается в том, мы все видим ситуацию, вот предыдущий наш разговор по свинокомплексу, бездеятельность просто. Так же самое и здесь. То есть, вопрос в том, что, я иногда не пойму, возможно, это цель такая, людей довести до ручки и стравить между собой. Но вопрос в том, что так дальше просто не может продолжаться. Опять же повторю, что в руководстве предприятий, в руководстве во власти должны быть эффективные управленцы, которые будут больше делать, чем показывать это все на камеру, на картинку. Ловить покемонов и так далее и тому подобное. То есть, ну, есть определенные мировые тенденции, но надо же понимать другие задачи, которые должны стоять. А скажите, 11-го числа мы с вами узнали, мы рядом были с вами вместе, ситуация с мемориальными досками по городу. Я даже не знаю, как обозвать этих людей, чтобы на камеру это нормально выглядело. Ну, скажем так, нехорошие люди совершили пять поступков ненужных в отношении досок. То есть, их побили, тупо побили. Вчера я видел в соцсетях, выставлялись репортажи, что возле управления внутренних дел происходила определенная демонстрация, люди проявляли свои какие-то негодования. Как вы считаете, что же произошло и позиция полиции в этом всем? Вот вы как юрист, с юридической позиции. Ну, смотрите, вопрос полиции открыть уголовное производство. Согласно статье, регламентированной уголовным кодексом, я бы с юридической стороны смотрел, это вполне можно расценивать не просто как хулиганство. Хулиганство, извините, это справит нужду в парке. Мелкая хулиганство, административная. А это, это уже вандализм. Мы все знаем ситуацию в стране, которая у нас происходит. Подходит под статью вандализма? Подходит. Ну, почему, если, когда люди бьют плиты на кладбищах и снимают кресты, могилы, то есть это вандализм, а это не вандализм. Это вандализм. И как этим родственникам погибших парней, которые защищали не просто свою страну, они защищали нашу мирную жизнь в Полтаве, в мирной Полтаве, как им себя чувствовать, когда это происходит второй раз? Стоп, вы сейчас говорите как патриот. Мне надо, чтобы вы говорили как юрист, с юридической позиции. С юридической позиции. Значит, должно быть открыто уголовное производство, быть проведены все необходимые оперативные действия, опрошены люди, свидетели. То есть это... У полиции есть законодательная база для того, чтобы сделать все эти действия? Абсолютно. Абсолютно есть. И ни с какой реформы эти полномочия с них не были. Люди, пришедшие вчера к управлению внутренних дел по-своему правы? Юридически? Юридически, да, это их право. Но вопрос в почве, которая лежит под этим всем. Предпосылка. Предпосылка. Опять же мы видим, что политические силы, некоторые общественные движения начинают поднимать эту волну и на этом показывать себя. Знаете, очень много моих знакомых звонили в этот день. Я как раз выезжал с Гришкиного леса, с возложения. И понятно, что надо жесточайше наказывать тех, кто вообще поднял руку на эти таблички. Кто допустил мысль даже. Я вообще... Ну, мысль, это не материально, поднял руку, это уже факт. Это уже право. Но это где-то обсуждаемо было. Да. Но мое окружение, моих знакомых, коллеги, адвокаты уже увидели эту информацию с Харькова, в Киеве. Звонят, говорит, ну вот такой второй раз происходит, говорит, и мы видим вот эта волна, которая поднимается. Говорит, у нас, говорит, такое впечатление, что у вас в Полтаве кто-то специально раскачивает ситуацию, чтобы показать, что у нас город имеет проблемы в этом плане. Ну, моя позиция, Полтава, это, как раньше говорили, духовная столица Украины. И Полтава патриотический город. Есть много спорных моментов, быть флагом на памятнике, не быть флагом на памятнике. Но можем об этом спорить, вопрос. Но все должно быть в рамках действующего законодательства. И Полтава, я думаю, если спросить любого жителя города, на улице встретить, это патриот своего города и патриот своей страны. И действия, направленные на то, чтобы раскачать город и сказать, что в нем есть проблемы, я считаю, что нет, надо просто выполнять свою работу. Полиция выполняет работу с поиском преступников. А как вы считаете, не получится, ну, мое мнение таково, что полиция, если даже напряжется и будет искать, то они найдут двух каких-то алтоголиков, либо наркоманов, которые по каким-то непонятным, непонятным, открыто скажу, причинам, совершили этот поступок. Это вопрос другой. Тут общественной составляющей, которая вчера стояла под главным управлением нацполиции, им надо контролировать ход следствия и ход судебных разбирательств. Но вопрос другой. Там было очень много ребят, которые представляют разные общественные организации и политические партии. Если уже пошла такая ситуация, возьмите, организуйте патрулирование. Это не спасет. Вопрос же в следующем, что я тут вижу вот такую составляющую, которую я вам и сказал. То есть и моя позиция, что нельзя спокойный город, который работает, в котором развивается инфраструктура сейчас мелкими быстрыми темпами, но она развивается. Не надо людей втягивать в конфликт и поднимать вот этот градус. Каждый должен исполнять свою работу. И задача общественных организаций контролировать эту работу. Меня расстраивает сама ситуация по очень простой причине. Начиная с флагов на Орле и кончая вот этими вещами. Мне создается впечатление, что люди это все делают не для того, чтобы обозначить свое патриотическое рвение, а для того, чтобы сидеть и ждать, кто же сегодня снимет флаг. Абсолютно. Вот они пришли, не сняты, неудачи. И потом есть следующая волна для провокации конфликта, для провокации этого. И вспомните, сколько у нас, это для чего? Картинка для телевидения? Для Russia Today. Вот. То есть вопрос же в другом. Это будет картинка, которая будет воспринята. А теперь вопрос, кто патриот своего города, а кто нет. Недостаточно идти. Можно каждый день ходить в вышиванке с флагом. Но это не значит, что ты... Но в это время на Кабыщинах никакой депутатской работы не проводится. Однозначно. Вопрос в том, что ты делаешь для города. И насколько ты об этом говоришь. Как мне недавно один знакомый сказал, говорит, не успеют сделать, только какую-то идею придумают, но уже будут рассказывать как про масштабный проект. То есть вот эта составляющая. Меньше говорить и больше делать. Меньше говорить и больше делать. Вот так вот. Ну что, у меня все. У вас есть что-то еще сказать? Нет, спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!